МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Александр Дьяченко, город Санкт-Петербург, руководитель проекта Jazz Acoustic Project. Здравствуйте. Доброе утро. Алина Кошенко, город Владивосток, скрипка. И Никита Гришин, Владивосток, перкуссия. Здравствуйте, ребята. Мы очень рады видеть вас у нас в студии. Более того, вы уже пока репетировали, разогрели нас, свои замечательные музыки. Это действительно уникальный стиль, очень аутентичный. Хотелось бы поподробнее о нем узнать. Аутентичность – это, собственно, его основная черта? Или есть еще какие-то исторические особенности? Расскажите. Ну, как следствие его аутентичности, у него, естественно, свой инструментарий, свои композиторы, свои стандарты, так сказать, музыкальные. Как раз потому, что он вырос не на американской почве, а во Франции в начале 20 века, и родноначальники его были французские цыгане. Они принесли очень много своих мелодик, своих гармоний, и музыка даже неискушенному слушателю на слух отличается мелодически. Ну и набор инструментов тоже отличается от стандартных джаз-бендов, о чем мы скажем позже. Это очень интересно. Джаз – это, в первую очередь, импровизация, как мы все знаем. Есть ли такая отличительная черта и у этого стиля? Ну, конечно. Любой джаз, наверное, это свободная музыка, а любая свободная музыка, она в себе несет импровизацию в своей основе. И более того, это расширяется не только на саму игру, но и на общение с музыкантами. Потому что импровизация в виде взаимодействия в ансамбле – это та же самая импровизация. Когда человек приходит на концерт и говорит, я могу сыграть, ты с ним не репетировал, а тут же играешь – это та же самая импровизация. И Jazz Acoustic Project старается это практиковать. И, безусловно, очень важно подобрать ту команду, с которой вам будет легко, интересно и качественно импровизировать. Вот как появился ваш коллектив? Это, ну, скажем так, это волна. Это больше волна, проходящая через каких-то людей, через каких-то непроходящие, и объединяющая тех, через кого она проходит. Я в Приморье впервые появился в 2013 году, познакомился с большим количеством людей, музыкантов, обзавелся многими друзьями. И это вырисовалось в то, что в прошлом году, в 2016, мы организовали такой проект, я приехал, основной состав живет в Уссурийске, и я тоже базируюсь в Уссурийске. Но на концерты мы подтягиваем и разделяем нашу энергию с любыми музыкантами. И вот Никита и Алина – представители Владивостокской части нашего проекта. Так все происходит. Алина, а вы давно для себя открыли этот уникальный стиль музыкальный? Больше, конечно, Саша меня вдохновил. Втянул в эту историю. Можно сказать так, да. Я давно люблю, я давно слушаю, мечтаю, и мне нравится импровизация, нравится джаз, нравится цыганская такая волна музыкальная, когда очень темпераментно, очень ярко, очень страстно где-то даже. Да. Что есть как раз в этом стиле. И, конечно, когда Саша попросил… Предложил. Предложил. Предложил предложение, которое нельзя отвергнуть. Мне очень хотелось, конечно, почувствовать это в своих руках, в своем отношении. Ну, хотелось с этим перекоснуться к этому. И остановиться уже не смогли. Да, точно. Никита, а вы? Я играю, в принципе, на ударных инструментах практически… Шести лет, в общем-то. Всю свою жизнь сознательно. Ну да, почти всю жизнь. И играл во многих коллективах. У нас появился бар «Контрабанда». Там проводится каждый четверг джем. Джем – это, собственно, и есть импровизация. То есть, будь она в квартире происходит, или она происходит где-то на открытом воздухе, или, собственно, в баре. Это место, где собираются люди и собираются музыканты. Музыканты приходят, кто-то садится на сцену, начинает играть, наигрывать мелодию. К нему присоединяется еще один, еще один, или они остаются вдвоем. И на одной из таких импровизаций мы пересеклись с Сашей, собственно. Играли, взаимодействовали. То же самое. Волна есть, слов не нужно. А волны нет, никакими словами не поможешь. Поэтому то, что происходит, это истинно, так скажем. Еще один момент хочется добавить к словам Никиты. Не в негативном, а только в позитивном смысле. Jazz Acoustic Project любит устраивать эксперименты. И как вчера, позавчера буквально на концерте сказалось, бросать музыкантов под танк. И на самом деле, это та самая концепция. То есть, мы играли, например, с фристом, с которым ни разу не играли. С Никитой мы там полноценный первый концерт от А сыграли только во вторник. И очень хорошо, что можно собираться любым составом, делать такую музыку, как раз чувствуя эту волну. Не думая ни об уровне, ни о стеснениях, ни о ровностях. Просто вот музыка есть и все. Слов не нужно. А когда ее нет, то и слова никак ее не выразят. Безусловно, публика эту волну всегда подхватывает. И, как мне кажется, всегда на ура принимает подобные импровизации. Но, насколько мне известно, в нашем городе, как я сказала в начале программы, этот музыкальный стиль появился не так давно. И, безусловно, вы стали первооткрывателями. И известен он стал, собственно, на джазовом фестивале в прошлом году, когда произошло ваше выступление. Расскажите, как это было, как приняла публика его тогда, и как она принимает сегодня? Было очень здорово, было очень интересно. Вот Алина участвовала в нашем фестивальном составе. Никита у нас нов. И это будет вторая серия после фестиваля на нашем сольном концерте. Мы собрались, когда я приехал в июле прошлого года, стали делать программу, стали играть концерты. Естественным образом это все привело к тому, что захотелось выступить. Есть фестиваль джазовый в Владивостоке, международный. Это очень здорово. Это другая часть страны, но здесь тоже происходят события. Мы заявились. Естественным образом мы уложились в рамки критерия фестиваля. Интересный стиль музыки, просняли музыканты, программы и т.д. Мы выступили. Совершенно неожиданно для нас для самих было, что мы выиграли приз зрительских симпатий, который в этом сезоне, так сказать, сольный концерт. И, наверное, оттуда много волны пошло, потому что какое-то информационное поле открылось. И здорово, что это произошло. Вот, собственно, вот что сказать можно. Безусловно, это тоже событие для города. И замечательная музыка. И хорошо, что вы открыли этот новый уникальный стиль для нас. И, конечно, сегодня далеко не весь состав команды перед нами. Расскажите об остальных музыкантах. Ведь максимальное количество участников, насколько я знаю, 10 человек. Это был на сольном концерте, да. Весь такой ансамбль. На данный момент наибольшие. Максимальное неизвестное. Но, но, это не предел на самом деле. Абсолютно верно. Абсолютно, потому что действительно открытие происходит. Будет, будет, кто? Будет Сергей, будет контрабасист. Или контрабас, как правильно говорить, инструмент или человек. И того, и другого. Контрабасист, играющий на контрабасе. Сергей из Уссурийска. Потом наш вокалист Антон, он тоже из Уссурийска. Он играет на ритме гитаре, поет. Будет наш чудесный духовик Павел из Уссурийска. Нет, не из Уссурийска. Он просит всегда его представлять. Село Утесное. Вот даже до каких границ наш космополитизм дошел. Он играет на кларнете, на сопрано-саксофоне, на альт-саксофоне. Будет ударник, который играет на трубе. Он из Владивостока. Никита Алина, ваш покорный слуга. А, еще певица будет. Аккордеон? А, еще баянист будет. Из Владивостока будет баянист и певица. Вот, собственно, по-моему, здесь человек набирается. Мы уже сами стали запутываться. Но ведь всем известными музыкальными инструментами также не ограничивается возможность исполнять этот стиль. Конечно, конечно. Да, и мы сегодня продемонстрируем интересные сюрпризы, которые мы в полной мере раскроем на нашем концерте, о которых мы скажем позже. А, может быть, вы все-таки расскажете немного о программе концерта? Как это будет строиться? Кому вообще стоит туда прийти? Почему публике, которая еще не слышала до определенного момента этот музыкальный стиль, интересно было бы прийти и послушать? Ну, во-первых, наша музыка и наш саунд, и мы сами, настолько энергетичны, что это мероприятие, и любой концерт, он, в принципе, интересен. То есть он не скучный. Безусловно. Да. Во-вторых, ну, мне кажется... А, во-вторых, по поводу программы. Программа будет состоять из разноплановых вещей, то есть будут и аутентичные джаз-мануш-композиции, будут джазовые стандарты, будут даже некоторые эстрадные вещи в интересной аранжировке, и даже авторская композиция будет, то есть палитра широкая. Ну, и мне кажется, это просто интересное мероприятие для Владивостока, для Приморья, для его культурной жизни. Это некий нестандарт, а нестандарт всегда интересен, а мы стараемся его сделать как можно качественнее. То есть интересно будет не только искушенному зрителю, но и тем, кто только открывает для себя мир джаза, и в частности джаз-мануш, правильно? Да, да, конечно. Опять же, можно быть неискушенным слушателем, и знатоком этой музыки, но вот цыганский джаз, он по своей, в хорошем смысле, простоте такой. Например, сложные стили джазовые, там, как бибоп или тому подобное, реально сложно слушать без подготовки неискушенному. А на наши концерты всем вход свободен. Мы много играли в упомянутой выше контрабанде, которую сказал Никита, и любые люди приходили, от пожилых до молодых, и всем нравилось, все впечатлялись и танцевали. Алина, насколько важно, вот когда вы исполняете, тем более, когда это импровизация, от зрителя, от публики иметь вот эту отдачу, волну, позитивные энергии? Знаете, это такой момент уникальный, мне кажется, ключевой, наверное, когда готовишься дома, музыку любишь, ее играешь, но никто не слышит. Состояние все равно хорошее, приятное, потому что музыка нравится, потому что над ней как-то там работаешь, ее растишь и взращиваешь. А когда выходишь на сцену и играешь, и чувствуешь вот, да, вот это вот, я даже не знаю, как это, ну какой-то, да, энергетический поток. Если воспринимают люди, и им это нравится, то это просто потрясающе. Я не могу сказать, что это очень важно мне, как музыканту, то есть я бы, наверное, могла бы и обойтись, да, со скрипочкой, все время играть у себя дома, все. Но это потрясающе. Какое-то, может быть, сравнить с какими-то, не знаю, там, горками. Экстремальные, да, какие-то даже ощущения. Да, какие-то экстремальные ощущения, потому что это очень наполняет, очень наполняет и вдохновляет на то, чтобы дальше, может быть, что-то как-то. Для меня это некое взаимодействие. Мы можем, да, как выразилась Алина, сидеть втроём, вдвоём, иногда даже наедине с собой, наедине с собой, с инструментом. Это определённого уровня взаимодействия. Но иногда ты достигаешь, открываешь какие-то такие интересные вещи, которые... Именно на сцене. Места не хватает внутри. Вот лично у меня не хватает места периодически. Они меня настолько переполняют, что нужно поделиться. Что вы делаете. Да, собственно, чем мы и занимаемся. Когда люди находятся в людях, это отражение, им нравится. Это взаимодействие. Пара слов буквально. Конечно. Ребята говорили, у меня сейчас как-то обобщилась и оформилась мысль простая. Мы понимаем, что в музыке существует много составляющих, звуковые, волны, инструмент, но есть составляющая, которая словами не выражается. Какая-то магия, которую пыталась Алина сейчас выразить, Никита, и я. И для этого слов не находится, но она существует. Она существует именно не на уровне слов. Это та самая волна. И вот, когда она есть, все. Вопросов не возникает. Она есть в разных музыках, она есть в разных людях. И в ней же существует... То есть, это та же самая энергия, которая идет между музыкантами, между музыкантами и зрителями. Ее очень сложно объяснить, но ее легко почувствовать. И почувствовать зрители могут на вашем предстоящем сольном концерте. Давайте пригласим жителей Владивостока, края. С удовольствием. Наконец-то, впервые на сцене Приморской краевой филармонии будет звучать цыганский джаз. И это невероятно радостно. 12 мая, в пятницу, 19.00. Jazz Acoustic Project приглашает вас, друзья, любители музыки, просто любители интересных мероприятий в областную, в Приморскую краевую филармонию. Jazz Acoustic Project – полноценная программа, 10 человек, ансамбль. Есть билеты у нас на распространение, есть билеты в кассах филармонии. Мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке. Вся эта информация открыта. Мы ждем вас. Ну и более того, я скажу, что сегодня нас ждет эксклюзив. Jazz Acoustic Project сейчас сыграет настоящий цыганский джаз. В эфире программы «Время говорить» на восьмом. «Время» на восьмом. «Время» на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok